В Санкт-Петербурге встречались «Зенит» и «Локомотив». «Зенит» после того фиаско, который он потерпел в Португалии, когда проиграл «Националью» 4-3, пропустил очень много мячей. И, конечно, питерские болельщики ждали, что на «Локомотив» обрушится масса атак. Но, надо сказать, что получилось все наоборот. Как раз «Локомотив» начал очень и очень прилично, и первые 15 минут практически не упускал «Зенит» на свою половину поля. В это время «Локомотив» сумел забить после ошибки Малафеева, который выронил мяч, Вагнер добил его в пустые ворота, и повести в счете. Но, затем, надо сказать, чтобы все-таки «Зенит» прибавил. И, в первую очередь, это, конечно, заслуга «Теке», который стал отходить назад и буквально затерзал полузащитников «Локомотива». Они так и не разобрались с этой ситуацией, и тот же «Теке» все-таки сумел в падении забить красивый очень гол. Во второй половине игра была равная, и обе команды имели по достаточно большому количеству голевых моментов. Я думаю, что игра могла закончиться даже со счетом 4-4 или 5-5. И я не думаю, что защитники играли слабо, несмотря на то, что моментов голевых было много у обеих ворот. Скорее всего, неправильно играли «Хавбети», слишком много увлекались атакой и не успевали, так сказать, к своим оборонительным функциям прибежать. И «Хавбети» и «Локомотива» делали эту ошибку, и «Хавбети» и «Зенита». Но все-таки игра зрителям очень понравилась. Но результат значительно отодвинул «Зенит» от первого места. Я думаю, что сейчас им рассчитывать на первое место очень и очень тяжело. Фактически это касается «Локомотива», который впереди всего на одно очко. Но я думаю, что обе команды еще сумеют включиться в борьбу за третье место, потому что команды, которые с 33 очками, Москва и ЦСКА, находятся всего в 4-5 очках от «Локомотива» и «Зенита». Так что борьба за третье место еще будет.